Библейский портал «Экзегет» «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Что значит знак власти над нею для ангелов? Спрашивают нас. Ну, попробуем ответить на этот вопрос. Дело в том, что это вообще перекликается с мыслью святого апостола Павла о том, что человек, христианин, проводит свою жизнь не просто так, не в одном лишь окружении знакомых ему предметов и реалии этого мира. Человек по учению святого апостола Павла – существо, принадлежащее двум мирам. И для того, чтобы выразить это, святой апостол Павел выбирает очень такой яркий образ, облако свидетелей, через которое все мы проходим. То есть человек одновременно пребывает и в мире материальном, и в мире духовном, который его окружает. Он не один в этом мире. Он окружен святыми ангелами, праведниками, святыми силами. Он находится в предстоянии перед Богом. И вот это ощущение предстояния перед Богом было очень сильно для действительно религиозно и истинно настроенного человека. Он ощущал, что даже когда он находится один в своей молельне, в своем доме, или пребывает в храме тем более, он далеко не один. Ему соприсутствуют небесные силы, ему соприсутствуют праведники. И он должен находиться, предстоя перед Богом и перед этим соновым свидетелем, в особенном духовном состоянии, в состоянии духовного смирения. Для женщины образом такого духовного смирения, тем образом, который может помочь ей настроиться на вот это ощущение смирения, присутствие Бога, присутствие святых ангелов в ее жизни, в особенности в жизни религиозной, молитвенной, является такой внешний символ, как покрытие своих волос на своей голове. Изначально этот символ имеет, ну, собственно, это деяние, как покрытие своих волос, имеет на самом деле такое отчасти практическое значение. Ну, как, скорее, практически этическое. Дело в том, что, безусловно, волосы являются естественным средством украшения любой женщины, является частью ее внешней привлекательности. И это прекрасно понимали люди и современности, и древности, которые всегда выделяли эту черту женской красоты особенным каким-то образом. Есть целое рассуждение, там, античных писателей на тему того, чем была бы женщина без своего естественного украшения, которое составляют ее волосы. И понятно, что именно как вот такое средство привлекательности женщина должна была эти волосы скрыть, спрятать. Естественно, она их растила, поскольку это было проявлением ее привлекательности внешней. И естественно, что в тот момент, когда ни о какой телесной привлекательности не могло быть и речи, но ввиду благоговейности того настроя, который должен был сохраняться во время молитвы, во время богослужения, естественно, что этот знак ее привлекательности должен был быть скрыт. Скрыт для того, чтобы не тревожить целомудрия окружающих, для того, чтобы не вызывать в них каких-то неподобающих чувств. И вот в самом вот этом сокрытии того, что являлось частью привлекательности ее образа, для женщины было такое проявление ее смирения. Смирение перед людьми, смирение перед Богом. Но ведь это не просто принести в жертву свою красоту. Это же, в общем-то, тоже такая, пускай и привычная, ежедневная, но жертва, которую приносит женщина. Женщина, которой всегда хочется быть красивой, хочется обращать на себя внимание. Да, но не здесь, но не в такой обстановке, не в храме, не на молитве. И, безусловно, этот знак отсечения своей внешней телесной привлекательности имеет значение как выражение смирения не только перед людьми, но и перед ангелами, которые точно так же присутствуют при этой молитве и которые ожидают от человека того же состояния духовной собранности, того же глубокого благоговения перед Богом, которым отличаются и эти святые бесплодные силы. Вот почему в традиции, в духовной традиции и Ветхого Завета, и Православной Церкви до сих пор в большинстве церквей сохраняется этот, в общем-то, глубоко правильный древний обычай, чтобы женщины во время молитвы покрывали свои волосы, таким образом смиряясь перед Богом, ангелами и людьми и не соблазняя своих собратьев и себя саму какими-то неподобающими раздумьями ощущениями о вещах, которые не имеют никакого отношения к молитве и к богочестию. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.